Салам алейкум! Алейкум салам! Куда ты идёшь? Я на работу. Зачем? В выходной и какая работа? Кои какие моменты сделать. Красотка, давай мы зададим тебе 32 вопроса, на которые ты должна будешь быстро-быстро ответить. Ты готова? Давай. Ты ожидала нас увидеть? Как бы чуть-чуть, да. Чем ты занималась последние выходные? В гостях было. Как прошёл твой Новый год? Спала. Любишь наблюдать за салютом или выпускать их? Не люблю ничего. А если дочь сделает не то, что тебе захочется, твоя первая реакция? Ну, она имеет право выбора, я поговорю с ней. А что может заставить тебя плакать? Жестокость людей по отношению друг к другу. Сериал, который ты не можешь терпеть? Американский. Американский? Ну да. Имея на карточке миллион, кому бы ты их начислила? Такой провокационный вопрос. Конечно, проект Умрахач. Знаете, честно? Ну, наверное, распределила бы. Машала. Сколько у девушки должны быть подруг? Я не знаю, сколько должно быть, но я знаю, что они должны быть теми, с кого можно брать пример. Самая другая вещь, которую ты позволила себе? Не скажу. Почему? Потому. Твой обычный завтрак? Каша, омлет. А в каких случаях ты не спишь до поздна? Есть ли в голове какие-то мероприятия, идеи, планы, работы? Что тебе нравится в людях? Искренность, порядочность, уважение друг к другу, тактичность. Будь ты центром вселенной, твой первый приказ о питателем мира. Кто придумывал вопросы? Я вообще представить даже не могу, мне трудно ответить на него. Ну, подумай, твой первый приказ. Слушайтесь и подчиняйтесь. И доверяйте. У кого больше минусов, у тебя или у мужа? Конечно, у мужа. Самая любимая кафешка? Вообще в кафешке не люблю ходить, а так нравится. Читаешь, мануфактура, сальва. Каким ты видишь свое будущее? Перспективным. Если бы у тебя было одно желание, что бы ты загадала? Рай для себя, своих близких, семьи, окружающих. Что лучше получается, тратить деньги или зарабатывать? Все рационально. На тебя смотрят сейчас много людей. Скажи первое, что пришло тебе в голову. Подписывайтесь на проект Умрахач, участвуйте, и, быть может, вы станете именно тем счастливым обладателем путевки. И это не реклама. Чего тебе вообще не понять? Двуличность, привидательство. Кого ты можешь назвать дураком? Глупого человека. О чем ты частенько жалеешь? О растраченных эмоциях. Как давно ты ела чипсы вместе с Кока-Колой? Я не ем чипсы с Кока-Колой. Вообще не ешь? Вообще не ешь. Ты забываешь чистить зубы по утрам? Нет, конечно. Даже могу посоветовать чистить утром и вечером, плюс полоскать. За какой страничкой любишь наблюдать в Инстаграм? Вообще, когда мне хочется вдохновиться приятными такими моментами, я смотрю страницу Умрахача, вообще на самом деле, Камиля Магаева он сейчас показывает. Потом за блогерами, за госструктурами, ну, в общем, вот так. А после назначения тебя в президенты? Три вещи, с которых ты начала бы реализовывать в своей республике. Ну, так, надо стать президентом точно, чтобы их реализовать. Первое, это построила бы мусороперерабатывающие заводы. Второе, это запретила бы строительство каких-либо сооружений на территории республики, за исключением некоторых. И второе, вела бы агрессивную пропаганду, рекламу против наркомании, алкоголя и так далее. Проще выступать на камеру. Для какой аудитории проще выступать на камеру? Главное, чтобы это было искренне, от души, грамотно, так без разницы. Твоя последняя книга, которую ты прочитала? Ну, так как я увлекаюсь психологией, последняя моя книга, читаю я ее сейчас, это Роберт Чалдини. Можно название, не буду говорить. Ладно. Как ты относишься к тем, кто тебя игнорирует? Ну, спокойно, смотря в чем, игнорируют. Если обиделись, то найду пути и выхода к ним, если так. Передача на телевидении, которую ты сразу переключаешь? Я не смотрю телевидение, как она живет. Живу нормально в Инстаграме. Сменила ТВ на Инстаграм. Что бы ты в себе изменила? С той стороны, наверное, проще об этом сказать, я не знаю, трудно ответить. Я всегда как бы стараюсь себя в чем-то, ну, идти, в общем говоря, работать над собой как-то вот так. Твой любимый десерт. Последний вопрос. Вообще не люблю десерта. Ну, ладно. Так, последнее задание. Одно задание. Позвони сейчас маме и скажи что-нибудь приятное. Недавно она мне денежку скинула. Надо поблагодарить. Алло. Алло, мам. Привет. Как твои дела? Привет. Все прекрасно. Хотела тебя поблагодарить за то, что... Как у вас дела? Ничего, все хорошо. Хотела тебе спасибо сказать за подарок, который ты мне сделала. Я тебя очень люблю. Спасибо большое. Как по подаркам. То, что ты мне денежку перекинула. Беженство, на здоровье. Спасибо большое. Ладненько. Доброе место. Доброе место.